Соберем цепь, состоящую из источника тока, ключа, лампочки и амперметра. Будем последовательно подсоединять проводники одинакового размера, но сделанные из различных материалов, например, железа, меди и никеля. При этом можно видеть, что показания амперметра и свечения лампочки при включении различных проводников изменяются. Опыт показал, что при включении в цепь одного и того же источника сила тока зависит от свойств проводников, включенных в эту цепь. Это означает, что разные проводники оказывают различные противодействия или сопротивление току. Это сопротивление возникает из-за взаимодействия движущихся электронов с положительными ионами кристаллической решетки металла. Соответственно, уменьшается и переносимый электронами за одну секунду заряд, то есть уменьшается сила тока. Разные проводники обладают различным сопротивлением электрическому току из-за особенностей в строении их кристаллической решетки. Рассмотренные выше опыты по зависимости силы тока в цепи от свойств проводников касались только металлов. Эта зависимость остается справедливой и для проводников другой природы, например, электролитов. Физическую величину, характеризующую способность проводника препятствовать протеканию электрического тока в этом проводнике, называют электрическим сопротивлением. Сопротивление обозначают буквы R. Единицу сопротивления называют Ом в честь немецкого ученого Георга Ома, который впервые ввел это понятие. 1 Ом — это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах в 1 Вольт сила тока равна 1 А. Экспериментально установим, каково соотношение между силой тока и напряжением при неизменном сопротивлении цепи. Соберем электрическую цепь, состоящую из источника тока, резистора, ключа, амперметра и вольтметра. В качестве источника тока будем использовать устройство, которое позволяет изменять выходное напряжение от 0 до 15 Вольт. После каждого изменения напряжения будем снимать показания приборов и записывать их в таблицу. Опыт показывает, что во сколько раз увеличивается напряжение на участке цепи, во столько же раз увеличивается и сила тока на этом участке. То есть, сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах этого проводника. Построим график зависимости силы тока от напряжения, использовав в качестве значений данные из таблицы. Этот график представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат. График зависимости силы тока от напряжения называется вольтамперной характеристикой цепи. Проверим, как зависит сила тока в цепи от сопротивления при постоянном напряжении в цепи. В той же электрической цепи будем поддерживать постоянные напряжения, равные 4,5 Вольтам. Но вместо одного сопротивления используем магазин сопротивлений. Для каждого сопротивления измерим силу тока в цепи и данные запишем в таблицу. Если по данным таблицы построить график зависимости силы тока от сопротивления, то он уже не будет прямой линией. Кривая, проведенная по экспериментальным точкам, представляет собой гиперболу. Итак, опыт показывает, что чем больше сопротивление проводника, тем меньше сила тока при одном и том же напряжении между концами проводника. Поэтому сила тока в проводнике обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Обобщая результаты обоих опытов, можно утверждать, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению. Это утверждение называется законом Ома для участка цепи.